Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия В совещании с премьер-министром Республики Муратом Аргуновым обсуждены вопросы социально-экономического развития Карачаева-Черекесия, а также нюансы, касающиеся решения проблемных вопросов, поднятых гражданами региона в ходе открытого чата с главой Республики Рашидом Темрезовым. Рассмотрены в частности вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, завершение капитального ремонта объекта в образовании, итоги уборки урожая сельхозопродукции, а также вопросы обеспечения жильем детей и сирот, реализации программы социальной газификации, повышение качества энергоснабжения региона и другие. По поручению Мурата Аргунова, оригинальным минстроем подготовлен и направлен в Минстрой России комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. В перечне плана включено 92 объекта, из них 53 по водоснабжению, 20 по водоотведению, 19 по теплоснабжению. Модернизация позволит улучшить качество питьевой воды, поступающей в дома и квартиры жителей. Кроме этого, отмечено, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Карача-Черкесии приобретено и поставлено в медорганизации 6 автомобилей, 7 единиц медоборудования, ведется строительство врачебной амбулатории в Пригородной, капремонт поликлиники Малакарачавска, Центральной районной больницы и Тиберзинской участковой больницы. Запланировано также строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьском, Прикубанского района и фельдшерского пункта в ауле Учкулан. В Министерстве строительства и ЖКХ Карача-Черкесии составилось совещание по вопросам подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов республики к работе в предстоящий осенний-зимний период. Представители муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций доложили о проделанной работе. Согласно утвержденному плану мероприятий, завершение подготовительных работ намечено на 1 октября текущего года. Последние несколько недель в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19. В цифрах это более 100 положительных ПЦР-тестов ежедневно. По данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день госпитализировано около 50 человек. А в настоящее время госпиталь на базе Черкесской городской больницы – единственный стационар для взрослых в республике. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает не забывать о предписаниях ведомства и бережно выполнять все рекомендации. В лесах Карачаева-Черкесии сохраняется повышенная пожароопасность. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, на территории республики установился 3-4 классы пожарной опасности. С начала года на территории региона лесных пожаров не было зарегистрировано, несмотря на то, что пожароопасный сезон на землях лесного фонда Карачаева-Черкесии был объявлен с 1 марта. Сейчас продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, продолжается патрулирование лесных участков. В республике начал функционировать первый молодежный проектный офис. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республики, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. Элементы финансовой грамотности появились в таких предметах, как математика, окружающий мир, общество знания, география и информатика. Обучение предусмотрено для школьника в первых девятых классах. Включение финансовой грамотности в образовательные стандарты инициировал Банк России. Подробнее расскажет управляющий отделением Банка России по Карачаево-Чекесии Дмитрий Мещеряков. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения в интернете, правилам составления личного бюджета, умения анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассникам. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. С 14 сентября по 16 декабря текущего года пройдет осенняя сессия онлайн занятий по финансовой грамотности для школьников. Первое занятие для подростков в 13-17 лет состоится 14 сентября. Его проведет первый заместитель и председатель Банка России Владимир Чистюхин. Он расскажет, как устроен финансовый рынок, а также о том, зачем страховать имущество, как открывать вклады и брать кредиты, и зачем нужна финансовая подушка безопасности. Остальные занятия пройдут на платформе дни.фг.ру. Поучаствовать в эфирах можно как из школы всем классом, так и самостоятельно из дома. Большая часть урока в осенней сессии рассчитана на учеников 8-11 классов, но будут занятия и для 6-7 классов. В республике стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», в рамках которого жители могут проголосовать за лучшего участкового полномочного полиции. В первом этапе принимают участие представители территориальных органов МВД на районном уровне. Отбор конкурсантов пройдет с 11 по 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте регионального МВД в специальном опросном модуле, перейдя по ссылке «Проголосовать». В целях развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народа в России более 250 учителей в Ачигесе пройдут курсы повышения квалификации педагогических работников. В частности, курсы будут организованы по таким направлениям, как развитие предметной компетенции учителя русского языка, теоретические и практические аспекты, методика преподавания русского языка и родных языков народов страны, формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка и родных языков и т.д. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта образования на базе Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса открылись мастерские по поварскому и кондитерскому делу. Новое высокотехнологичное оснащение мастерских позволит создать современные условия для подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills. Лучшие творческие силы Карачаева-Чикеси вовсю готовятся к празднованию столетия нашей Республики. Государственный ансамбль танца «Элебрус» готовит особую программу, которая уже на следующей неделе будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце, рассказывает художный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Элебрусом». Большой массовый у нас номер есть, сюета танцевальная, карачаевский народный танец «Обезовик». Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей Республики. В кинотеатре «Чарли Черкескос» остался показ фильма «Князь Марух. Дорога мужества». Это фильм о черкесском князе после многолетнего отсутствия возвращающейся на родину, которую помнит совсем другой. Ставший человеком двух миров, он пытается отгородиться от реалий нынешней Черкесии, но те властно вторгаются в его жизнь. И теперь он вновь седлает коня, чтобы собственными глазами увидеть истоки грядущей трагедии своего народа. Череда случайных событий вовлекает его в тайны большой политики и мелких интриг. После показа фильма состоялась творческая встреча зрителей с его создателями и актерским составом. Мюзикл «Волшебники изумрудного города» покажут в Карачаево-Чикесе в рамках празднования столетия региона. Режиссером первого оригинального мюзикла «На Северном Кавказе» выступил известный в местной театральной среде руководитель театра студии «Слово» Евгений Пересыпкин. Музыку и тексты также написал Ставрополец, поэт и композитор Сергей Ильичев. Коллектив театра Госфилармонии работал над спектаклем на протяжении всего лета. Примера мюзикла состоится в Черкесске в предстоящую пятницу, 16 сентября. На базе Северокавказского федерального университета прошел фестиваль интеллектуальных игр «Пятый перекресток», в котором приняли участие студенты Карачаево-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева. Всего в мероприятиях участвовали 23 лучшие молодежные команды из Ставропольского края и 7 самых сильных команд Северокавказского федерального округа. Для студентов были организованы турниры «Что, где, когда», «Своя игра», «Брейн ринг» и различные мастер-классы. Представители интеллектуальных клубов обменялись опытом и смогли запланировать совместные мероприятия. В Карачаево-Черкесии пройдет седьмой этап чемпионата России по велоспорту и BMX фристайл-фестиваль. Многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» стартовала в эти минуты в Черкесске. Мероприятие в рамках празднования столетия Карачаево-Черкесии началось буквально несколько минут назад на центральной площади республиканской столицы с выступления артистов. Чуть позже участники мероприятия отправятся по маршруту Черкесск-Дамбай-Архыз. Многодневная гонка стартовала в Нальчике. Маршрут проложен по территории четырех регионов Северокавказского федерального округа. Общая протяженность этапов составит 910 километров. Участниками велогонки станут 120 профессиональных спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер восточный 6,11 метров в секунду, а в горах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, в горах местами плюс 9-14. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. И штормовое предупреждение. 13 и 14 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. На этом информационный выпуск завершен. Его правила Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.